Мы с вами продолжаем разбирать шаблон записей в Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев и давайте разбирать моменты, которые у нас еще остались. И начнем с самого важного, на мой взгляд. Это ссылки, кнопки непосредственно возле формы комментариев WordPress. Сейчас у меня они бордового цвета. И почему они бордового, хотя они такого цвета быть не должны. Я напоминаю, что я использую тему Hello, бесплатная тема от разработчиков Elementor. Если вы используете какую-то отличную тему от Hello, например, Astra, бесплатная тема, которая поддерживает Elementor, то в теме Astra есть свои настройки, в самой теме настройки стилей, то есть настройки цвета на сайте. И скорее всего, вас это не коснется. Сейчас информация именно для тех людей, кто тоже использует тему Hello. А тема Hello у нас практически не имеет настроек. То есть, если мы с вами посмотрим внешний вид темы, перейдем в настройки нашей темы Hello, то мы с вами увидим, что здесь нет настроек стилей. И в данном случае придется здесь прибегнуть к правке кода. Ну, небольшой правке, просто смена цвета. Я покажу в этом видео. Но сначала я вам покажу статью. Урок у меня об этом был. Мы с вами разбирали палитру. Вот здесь вот черно-по-белым написано. И вот интересный момент. Мы обращаем внимание на акцент цвета. Акцент цвета, в данном случае это вот здесь у нас синий, используется для ссылок, фонов, кнопок, заголовков, вкладок и аккордеонов и значков. То есть, по идее, вот эта палитра, она должна менять все ссылки на нашем сайте. Если мы посмотрим вот сюда вот, у меня вот это сейчас активная цветовая палитра. Здесь нигде нет бордового цвета, вы это видите. И акцент, вот, зеленый цвет. По идее, должно быть здесь ссылки, кнопки зеленые. Но в данном случае здесь этого не происходит. Если вы знаете ответ, как именно за счет Elementor поменять и эти цвета, напишите в комментариях. Я прибегнул к правке кода напрямую. Вот эти цвета бордовые, они тянутся именно от самой темы Hello. И как просто быстро поменять все цвета. Я просто кликаю правой кнопкой мыши, находясь на сайте, по, например, любой ссылке здесь, и просмотреть код элемента. Я использую браузер Opera. Ну, в любом браузере можно это посмотреть. Это Chrome и другие браузеры. Смотрим вот в эту часть. Сразу нам показывается, видите, этот самый бордовый цвет. Прямо кликаю здесь по этому квадратику с цветом. И сразу здесь в палитре я могу выбрать любой цвет, чтобы просто посмотреть, что произойдет. Я поменял на зеленый. И вы сразу видите, смотрите, все ссылки. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Они уже поменялись. У нас осталось поменять только кнопку, да. Но если мы здесь так все оставим, у нас это не применится на сайте. Вы можете прямо вот так вот отсюда, как я, выделить, Ctrl-C, скопировать весь код. Потом, например, в блокноте вот так его проставить. Вот он весь код. Именно так же. Если вы что-то не скопируете, например, фигурную скобку забудете, закрывающий, то у вас этот код не сработает. Вот как я скопировал, вот так вот. В любом случае, смотрите, все вот эти кода я приложу на своем сайте к этому посту, к этой статье. Вы сможете просто с сайта с моего скопировать. Это аналогичные коды, универсальные. Они вам тоже подойдут, если вы используете тему Hello. Вы просто видите наглядно, что именно эта строчка кода, она отвечает вот за эти ссылки, за все ссылки. То есть уже с цветом тем, который вам нужен. То есть вот здесь у нас это код цвета, он меняется здесь. То есть вы можете так пока в блокнот скопировать. Дальше кнопка. Кликаю, смотрите, вот по этой стрелочке здесь. Это чтобы я мог видеть, подсветить тот или иной элемент на сайте. То есть я кликаю прямо по кнопке. И вот этот код, то есть смотрите, мы сразу видим просто по цвету, по квадратикам, что эта кнопка. Вот Color, вот здесь вот если я кликаю, например, я тоже беру зеленый. Вы видите, поменялся цвет зеленый именно на ссылке на кнопке. Дальше вот это. Например, тоже зеленый. Это рамка. Border это рамка. Вот. И у нас, в принципе, кнопка получилась. У нас лишь остается поменять. При наведении эта кнопка становится бордовой. Но здесь проверить несколько сложнее. Именно как определить код, вот здесь вот, чтобы мы его видели, который становится у нас при наведении. Поэтому я залез прямо непосредственно в стиле самой темы и оттуда выдернул код. То есть я вам его приложу. Вот данный код, который отвечает именно за тот цвет, который у нас при наведении. То есть у вас получается, вы копируете вот этот весь код. Это у нас именно рамка и текст, цвет текста. Но как бы здесь это не все. Вот только где бэкграунд. У нас идет бордер, один пиксель и так далее. Остальной код цвета просто он у нас идет как бы вот в этой всей структуре. Я его вместе целиком и забрал. И, соответственно, вот этот код вы также с сайта с моего скопируете. Я в статье приложу. То есть вот весь код, как этот есть, я его просто отсюда копирую. Это можем закрывать. Дальше я перехожу в консоль. Перехожу внешний вид темы. Перехожу в нашу тему. Перехожу в дополнительный стиль. И вот в эту область я просто проставляю весь этот код. Вот таким вот образом. Нажимаю опубликовать. Идем на сайт. Смотрим, как было. Обновляюсь. То есть я сделал при наведении, видите, кнопку серый. То есть я поменял текст на кнопке на белый. На зеленом, в принципе, нормально смотрится. Но смотря какой у вас цвет вы будете использовать на сайте. Я здесь зеленый даже не использую. Это просто я взял, к примеру. Соответственно, текст на кнопке вы знаете, где правится. Это в этой области. Вот именно здесь. Здесь белый цвет, это буковки F. Вот это color. Это цвет текста. Именно вот отправить комментарий. Он белый. И при наведении, вот этот цвет серый. Это вот у нас здесь background color. Вот это вот серый цвет. Он, код цвета меняется здесь. Так, думаю, мы с этим разобрались. Теперь давайте я говорил и обещал, что я покажу, как оформить карточку автора статей. У нас только аватарка. Ну, в данном случае у меня и имя. Я выхожу из шаблона. Далее я кликаю вот здесь вот пользователи. Здесь два пользователя. Тестовый и я администратор. Я перехожу изменить. И просто заполняем поля, которые не запомнили. Например, имя. Фамилия. После этого нажал обновить профиль. И смотрите, после обновления профиля, вот здесь отображать как. Например, выбираю Федор Васильев. Еще раз нажимаю обновить как. Иду на сайт. Обновляюсь. И вот здесь у меня, видите, меняется Федор Васильев. То есть это будет более правильно, более интересно, а не какой-то там ник. Далее сайт. Поле сайт. Проставляем, если у вас есть какой сайт здесь показать. Вот биография. Обязательно здесь надо что-то интересное написать о вас. Я пишу текст и нажимаю обновить профиль. Иду на сайт, обновляюсь. Вот как я и говорил, что надо профиль только заполнить. И он уже здесь у нас будет отображаться. Далее давайте посмотрим, что еще можно сделать с самим плагином автор. То есть я здесь закончил. Я возвращаюсь в шаблоны. Опубликованные. Это у нас шаблон записи. Редактировать в Elementor. По карандашку кликаю. И здесь можете посмотреть уже с наполненным профилем, да, как лучше будет у вас что смотреться. Кстати, мы когда указали сайт в профиле, у нас аватар и ник являются ссылкой на тот сайт. Вот вы видите, я перехожу, который я указал. Думаю, мы здесь разобрались с шаблоном одиночной записи. Если будут вопросы, пишите в комментариях. И в этом уроке я еще хочу показать шаблон 404-й страницы. Кто не знает, эта страница не найдена. На сайтах разная бывает ситуация. Вы поменяли альяс, там, например, урла или как-то там страница была закрыта. И через поисковик, через старый запрос к вам человек попадает на несуществующую страницу. И что он видит. Мы можем это посмотреть прямо сейчас на сайте, вызвав искусственно эту страницу. Например, к адресу нашего сайта написать несуществующие какие-то цифры. То есть несуществующие страницы. И нажать Enter. И у нас, когда страница не готова, 404-я, у нас это просто выглядит некрасиво. Страница не найдена. Как бы так оставлять можно, конечно, но можно и намного лучше, раз нам Elementor это позволяет сделать. Я покажу, как это делается. Я выхожу сейчас из этого шаблона. Нажимаю добавить новый. Здесь я выбираю одиночную. Здесь я выбираю страницу 404. Название страницы можете как угодно назвать. Я ее также назову 404. Создать шаблон. И здесь также вам представлен ряд симпатичных заготовок, где вы можете любую заготовку взять и изменить ее под себя. Или создать свою собственную. Я, например, возьму вот эту. Вставить. То есть этот шаблон будет подставляться к абсолютно всем страницам, которые не найдены. Если вы берете какой-то шаблон, во-первых, здесь есть интересные анимации параллакса. Вы видите, вот эти элементы, они двигаются. Если хотите их изменить, то можете перейти в настройки. Расширенные эффекты мыши. Это эффекты мыши. Вот оно отключается. Вот теперь элемент не двигается. Сразу такие страницы надо прогонять, как они смотрятся на мобильных устройствах. На мобильных бы я бы отключил. Хотя, скорее всего, они отключены. А в режиме просмотра они здесь только выглядят. Здесь необходимо, упс, слово, это по идее ой, да, или как там можно это перевести, написать по-русски. Вот я выделил вот этот текст. Вы пишете здесь по-русски. Дальше вот этот текст. Вот здесь тоже пишется. Переименовывайте. Можно удалить какой-то, не нужен текст. А вот здесь вот Back to Home page. Вернуться на главную страницу. То есть здесь надо тоже переименовать. Эта кнопка. Кликайте. Цвет кнопки можете поменять, если он не соответствует дизайну вашего сайта. Текст вот здесь вот меняется на кнопке здесь. И он, эта кнопка, она уже ведет на главную страницу. То есть ссылку менять не потребуется. Допустим, у нас все готово. Я нажимаю публиковать. Здесь условие включить на странице 404. Оставляем как есть. Сохранить. И все. На всех страницах, которые будут не найдены, будет такая ошибка. Мы это проверяем сейчас. Нажимаю Enter. Все. Вы это сами видите. У нас появляется страница 404. Причем кнопка эта введет всегда на главную страницу. Что правильно. Если у вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы можете купить его по ссылке в описании к этому видео. Покупая Elementor Pro, вы поддерживаете меня. На этом видео закончено. И увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok